Далее в выпуске блок коротких новостей, в котором мы расскажем, почему важно вовремя платить налоги, что нужно, чтобы получить выплату на ребенка до 7 лет и где в городе подготовлены новогодние фотозоны. В соответствии с указом президента, Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату на детей до 7 лет включительно, которая составит 5000 рублей на каждого ребенка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря еще не исполнилось 8 лет. Особенностью новой выплаты станет то, что за ней не надо никуда обращаться. Она будет предоставлена в декабре автоматически. Подавать новое заявление не нужно. Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда России. В первом полугодии 2021 года в России пройдет экономическая перепись малого бизнеса. Сегодня 75% предприятий, работающих в нашей стране, являются представителями малого бизнеса. Они играют важную роль на рынке частных услуг, дают работу 15 миллионам человек по всей стране. Чтобы принимать актуальные программы поддержки, государству важно знать, как работают малые предприятия, с какими проблемами сталкиваются. Подобная перепись проходит всего раз в пять лет. Для того, чтобы принять участие в переписи, необходимо до 1 апреля заполнить анкету в электронном виде. Это можно сделать через госуслуги на сайте Росстата у операторов электронного документа оборота. Бумажная форма также сохранилась. Скачайте ее на сайте Росстата, заполните и передайте лично в ваш территориальный орган, либо отправьте по почте. Росстат гарантирует полную конфиденциальность информации. Все полученные сведения будут использовать исключительно в обобщенном виде. Никаких личных данных нигде опубликовано не будет. Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за 2019 год истек 1 декабря. Если налогоплательщик не заплатил налоги вовремя, то уже со следующего дня, со 2 декабря, он становится должником. Необходимо знать, что неуплата налогов, установленный законодательством в срок, может привести к тому, что должник понесет дополнительные расходы. Будет начислена пеня на сумму задолженности за каждый календарный день после исчисления срока платежа. В суд будет направлен иск о взыскании долга за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке. После передачи материала в службу судебных приставов, в случае отсутствия добровольной уплаты, должник заплатит еще и исполнительский сбор в размере 7% от подлежащих взысканию суммы, но не менее 1000 рублей. Если должник не работает, может быть наложено арестное имущество. Налоговая служба призывает налогоплательщиков, не уплативших в установленный срок имущественной налоги, погасить задолженность за 2019 год и задолженность прошлых лет. С начала года на территории района было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в результате которых 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась с уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Так, за 11 месяцев произошло 14 ДТП, в которых 16 несовершеннолетних пассажиров получили травмы. При этом в трех авариях дети не были в детских автокреслах. Также было зарегистрировано 4 ДТП с детьми и пешеходами. С целью профилактики детского дорожного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период зимних школьных каникул сотрудниками отдела ГИБДД по Славянскому району с 21 по 27 декабря проводится четвертый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!». В осенне-зимний период повышается риск возникновения пожаров из-за использования отопительных приборов. Напоминаем, что пользоваться нагревательными приборами нужно в четком соответствии с инструкцией, не ставить их вблизи легковоспроменяющихся предметов, выходя из дома выключать все электроприборы, не пригружать электросеть, проверить исправность котла, не пользоваться самодельными обогревательными устройствами. Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит опасность пожара в вашем доме. Театральная площадь города по-новогоднему преобразилась. Около городского дома культуры появились новые арт-объекты. Металлическую конструкцию СНК-2021 сделал и установил руководитель управления по делам молодежи Олег Смольников. Также на площади появились две замечательно исполненные фотозоны – варежки и новогодние часы. Автором задумки стала талантливый художник, преподаватель школы номер 12 и Центра дополнительного образования Оксана Нинашева. Варежки с добрыми пожеланиями – результат совместного труда Оксаны Григорьевны, учеников 8 класса и учителя технологий школы номер 12 Алексея Меремьянина. Новогодний вариант часов, изготовленных по заказу Центра дополнительного образования в 2017 году, был исполнен вместе с педагогами Центра Юлией Савченко и Людмилой Коневой. Не менее красиво выглядит и городской дом культуры, украшенный новогодними композициями и иллюминацией.